Всем привет! Сейчас будем обсуждать самые яркие мифы о пластике геологии. Ну и, наверное, один из самых таких ярких, что протезы взрываются, лопаются и взрываются в самолете. Но надо сказать, что у этого мифа есть определенная, скажем так, история. На самом деле, когда-то, когда в 90-е годах это всё начиналось, были реально некачественные протезы. И они реально могли взрываться, не обязательно в самом самолёте, они где угодно могли взрываться. То есть однажды мы достали из груди презерватив, надутый водой, просто потому что не было видно протезов качественных, а очень хотелось сделать грудь. Поэтому пациентки вместо протеза поставили презерватив просто с водичкой, туда на узел завернули и поставили. Такое, естественно, может взорваться в самолёте, может взорваться и не только в процессе каких-то игр. И оттуда растут слухи, что они же взрываются. А современные протезы, которые мы сейчас используем иногда на фирмах, на каких-то конференциях и на презентациях, специально ездят по ним автомобильным колесом. Вот кладут протезы, по нему ездят автомобилем, чтобы показать, что с этим протезом невозможно ничего сделать, грубо говоря, без травмы человека, который он бы не выдержал. Ну и исходя из того, что количество пациенток стюардесс и даже есть одна барышня-пилот в зачёте в нашем, то сказать, что эти протезы взрываются в самолёте, ну точно не взрываются. В общем-то этот протез гораздо выдержит больше нагрузку, чем выдержит человек. Поэтому всё, что выдержит человек, всё выдержит и протез. Поэтому этот миф, он имеет под собой основания, потому что когда-то, возможно, какие-то пациенты испытали на себе эти взрывы, но это было именно потому, что это были некачественные протезы, и это потому, что это, скорее всего, вообще даже были не протезы. И даже если этот протез разрывается, специально есть на консультации у нас протез с разрушенной оболочкой, когда я показываю, что когда оболочка даже разрушается, содержимое протеза не вытекает наружу. То есть оно не то, что там как-то растекается по всему организму и становится какой-то суперпроблемой. Даже если себе теоретически представить, что этот протез лопнет там внутри, то содержимое его не выходит за пределы, во-первых, капсулы, потому что у протеза есть капсула, а во-вторых, за пределы силиконовой оболочки протеза этот гель не выходит, потому что он не текуч, он сохраняет форму такая, какая была. Конечно, это является показанием для замены импланта, но это не катастрофа, которую нужно решать в течение каких-то часов после операции. Теоретически протез может, оболочка может разрушиться, и как раз в премиальных протезах есть пожизненная гарантия именно на этот случай, что если это возникает по причине брака протеза, то фирма как раз и гарантирует замену бесплатную этих протезов. Ну, один из мифов, что это там супербольно. Считается, что если протез ставится, то это очень больно, и пациент, в общем-то, месяц находится в состоянии какой-то болевой комы, и сложно открыть глаза, и поднять руку, и встать с постели. Потому что тут есть определенные нюансы. То есть всё зависит от пропорции протеза, который мы устанавливаем в организм. То есть если этот протез экстремально большой для этого организма и экстремально большой для ткани, которую мы перерастягиваем, то, естественно, болевые ощущения будут присутствовать. Но тут ещё зависит от индивидуального порога болевой чувствительности, потому что есть пациенты, которые чувствуют боль даже там, где её нет. Это больше такое относится к психологическим аспектам, что нужно человека пожалеть после операции, нужно отнестись к нему с пониманием, что была операция, и тогда это является самым лучшим обезболивающим моментом в этой операции. Ну и где-то 95% пациентов каких-то резких болевых ощущений не испытывают. Мы не назначаем даже специально болеутоляющие препараты после того, как пациента выписываем на следующий день домой. Нет в рекомендациях болеутоляющих препаратов специально для этой процедуры. Есть специально болеутоляющие, скажем так, моменты, когда можно расстегнуть бельё, полежать. Есть специальные какие-то моменты, которые убирают дискомфорт от компрессионного белья, от бинтов, которые есть после операции. Но в целом каких-то резко болевых ощущений после этих операций нет. Но тут тоже нужно просто понимать, что если эта пациентка 40 кг и установили протез 400 мл, то чисто теоретически такое возможно, потому что протез устанавливается под мышцу, и мы, по сути дела, мышцу садим в шпагат под наркозом. И здесь перерастянутость мышцы может вызвать какие-то именно такие болевые ощущения и сложность в дальнейшем в реабилитации. Но в любом случае это моменты временные. И даже если есть какие-то резкие болевые ощущения, то они купируются препаратами современными. И здесь, в общем-то, не стоит отказываться, мне кажется, от этой процедуры из-за боязни того, что будет больно. Это всё равно, что отказываться от детей, потому что роды, да, это больно. Ну тут, конечно, сравнение такое относительное, но в целом нужно понимать, что каких-то таких резких болевых ощущений и такого какого-то дискомфорта, который там запомнится на всю жизнь, такого, скорее всего, наверное, нет. В 99% случаев, повторюсь. Фобия по поводу размера груди. И очень часто пациенты на консультации опираются на какие-то цифры. Когда говоришь пациентке, вот для того, чтобы наполнить вашу грудь, нужно там 320 мл. 320, доктор, это же так много. 320, это же 320. Давайте лучше 230. Эта цифра мне больше нравится. И это вроде как кажется, что слишком много, это вроде как-то будет вульгарно, как-то будет какой-то комикс такой. Но тут очень важный момент довериться доктору и понимать, что мы это делаем специально для того, чтобы сделать это пропорционально и для того, чтобы это было красиво. Потому что важный момент психологический. То есть всегда бывает такая ситуация, но практически в любом случае, просто для каких-то пациентов нужно 10 минут, для кого-то 10 лет, чтобы понимать, что всё-таки можно было и больше. То есть психологически этот момент приходит практически любой пациентки. И даже той, которая очень-очень-очень сильно боялась 200 мл. рано или поздно она придёт через 5-7 лет после операции и скажет, ну да, вот муж уже говорит, что он уже и не помнит, что было как-то по-другому, уже может быть надо было и больше. То есть вот этот момент, всегда очень сложно эту фобию преодолеть у пациенток на моменте консультации, чтобы это было комфортно для пациентки, что вот 320 мл – это ваша… А мне в какой-то другой клинике сказали 125 мл, поэтому я вот хочу 125, да. То есть вот такие вот бывают, бывают такие сложные моменты, фобии, которые приходится нам преодолевать на консультации. И здесь важный момент для пациентки – выбрать доктора, довериться его мнению, и объяснить доктору, что вы хотите в итоге, какую грудь получить. И вот тогда вот эта рекомендация, она будет именно та, которую вот как видит доктор и как это в итоге может получиться. В общем-то всё индивидуально, да, и здесь такой важный момент, что нужно понимать, что мы это делаем не для того, что у нас там лежит 320 мл протез, который некуда деть, и поэтому мы его хотим именно вам поставить, да. То есть в любом случае линейка протезов от 100 до 600 мл, мы можем выбирать, шаг там 20, 30, 50 мл можем выбирать. И тут, в общем-то, как раз это и делается, вся эта консультация, все эти измерения, все эти общения с пациентами для того, чтобы подобрать идеальные вот такой вот пропорции. То есть опять же таки всё зависит от желания пациентов. Кто-то хочет больше эпатаж, кто-то хочет больше натурально восстановить, да, форму. Поэтому очень часто мы спрашиваем, какой размер груди был во время кормления, да. Поэтому, может быть, стоит делать какие-то там, не знаю, фотоотчёты вашей груди во время кормления, чтобы мы потом могли понимать, как это выглядело, и было ли это много для вас, либо мало, да. Фобия по поводу инородного тела, да. То есть опять же таки, возвращаясь к размеру молочной железы, кажется, что если он больше 300 мл, то это тяжёлое, это будет как-то тяжело носить, это будет какая-то нагрузка на позвоночник дополнительная, да. То есть я же буду как-то, вот мне будет тяжело. Я всегда говорю так, что вы, когда носите на себе одежду, вы же не чувствуете вес. То есть, грубо говоря, если это комфортная одежда, если вам в ней комфортно, то, по сути дела, никакого веса, никакой разницы до и после вы принципиально чувствовать не будете, да. То есть, естественно, есть какой-то объём, который мы дополняем, да, но эти протезы, вот особенно вот эти максимально премиальные классы протезы, они специально так и созданы, чтобы участвовать в процессе вашего тела и их не было ощутимо ни в процессе прощупывания, ни в процессе носки, ни в процессе каких-то, скажем так, подбора белья и прочих каких-то моментов. То есть это как раз максимально сосредоточено на том, чтобы это было нечувствительное в плане того, что это какое-то инородное тело. То есть максимально мягкая форма, и она, обретая температуру тела, становится ещё более податливой, и чувствовать вы её не должны. То есть когда вы чувствуете, что там есть дискомфорт, то это уже какой-то больше, больше уже к осложнениям сходится, нежели так и должно быть. Да, в любом случае, если есть какие-то ощущения, что есть инородное тело, то нужно исследовать, смотреть и понимать, что это и как. Возможно, это слишком большой протез, который требует длительного времени реабилитации. Но в целом ощущение, что это инородное тело, не должно быть. Возвращаясь к тому, что для того, чтобы мужчина захотел потрогать грудь, ему нужно, чтобы она была визуально, ему нравилась. Она может быть 100% натуральная, но если она выглядит непривлекательно, то тогда у него не будет желания её потрогать. А если она выглядит привлекательно, сексуально, и здесь не принципиальный момент, насколько она плотная, то здесь уже момент в том, что мужчина уже правильно настраивается на правильные моменты, и для него уже важный момент, может быть, даже потрогать то, что получилось. А любой мужчина согласится с тем, что красивая грудь может быть даже немножко плотнее, чем натуральная грудь, лучше, чем некрасивая грудь, но натуральная. То есть, в общем-то, здесь, я думаю, каких-то таких мнений более таких радикальных и не может быть. То есть, в любом случае, мы делаем красивую грудь, и красивая грудь, она уже, по сути дела, она уже даёт такое понятие, что уже её хочется трогать, и это уже важный момент для женщины, потому что она желанная. Но тут, в общем-то, надо понимать, что риск есть всегда. То есть, человек живёт, и каждый день он подвержен каким-то ультрафиолету, каким-то химии, какому-то там, допустим, некачественное бельё, какие-то, допустим, одежда, какая-то химия, мыло. Это всё точно так же может повлиять с точно той же процентом вероятности, что и протезы. В любом случае, протезы устанавливаются под мышцу, практически в 99% случаев. И максимально, если мы делаем доступом с поджелезой, то протез не контактирует с железой ни в процессе установки, ни в процессе его, грубо говоря, носки. То есть, по сути дела, эта операция с нижнего доступа считается операцией на молочной железе без участия молочной железы. Точно так же этот протез может влиять на рак молочной железы, если он будет просто в кармане у вас находиться. То есть, грубо говоря, пуш-ап в белье влияет на развитие рака молочной железы практически точно так же, как и протез, который установлен под мышцу. Это доказано многими исследованиями, достаточно большими, и сложными. И всё это говорит о том, что, в общем-то, на сегодняшний день этот протез является безопасной. Безопасной процедурой и на процесс возникновения онкологии он не влияет принципиально. То есть, мы до сих пор не знаем, откуда это берётся, но доказано, что связи между протезом, установленным под мышцу, под железу, под фасцию, которая, в общем-то, достаточно далеко от самой железы, и раком молочной железы, в общем-то, эти процессы, связь между ними не доказана. То есть, говорить о том, что ухудшится ваше здоровье, ну, можно сказать, что если вы оденете красное платье, то ваше здоровье немножко ухудшится, или зелёное. То есть, в целом, в общем-то, нет конкретных фактов, которые говорят о том, что ваше здоровье ухудшится с наличием силиконового протеза под мышцей груди. Записывайте свои вопросы в комментариях, и обязательно мы с Натальей ещё встретимся и ответим на все ваши вопросы. Если появится непосредственно какой-то вопрос, на который нет ответа, приходите на консультации, мы обязательно с вами обсудим непосредственно вашу проблему и найдём решение непосредственно для именно вашего кейса. Редактор субтитров А.Семкин